А его дети в следующих жизнях даже не вспомнят, что он это он. И друзья его не вспомнят, что он это он. Да и друзья вообще, нынешние друзья, это не совсем друзья, это тоже нечто такое зомбанутое. По сути сейчас человеческая жизнь, сознание, которое воплощается в теле, проходит серию, время проходит, как он созревает, нужно всего-навсего вспомнить. И это вот самое сложное получается. Вспомнить не так-то просто, потому что память отбивается при впихании в новое тело. Поэтому с этим есть чисто уже начальная сложность. Но все равно мне думается, что не так сложно поменять общество. Но есть обряды, то есть можно это вспомнить. Но это если целенаправленно стараться. А если не стараться... Зная, да, о том, какие знания дают, вот именно преемственность рахманской традиции, те знания, зная об этом, конечно, сложно заниматься прежними ненужными делами, понимая, что основное твое занятие по жизни, каждый день, каждую секунду должно быть направлено всеми мыслями, всем сознанием как раз именно к изучению этих знаний, которые раньше были тебя по каким-то причинам сокрыты. Но сейчас раз открылись, ты как бы уже знаешь, понимаешь, ну что это действительно самое необходимое, самое нужное для твоего духовного развития. Для этого мы здесь и появились, адаптировались в этой реальности, в это время, не такое простое. Поэтому вот текст по буквице. Спасибо. Спасибо, Ари. Будем изучать. Будем изучать. И вот эти вот уже календарики. Это не календарики, это изображение Всевышнего как праве, как левоглава, как радакоша и как радагаста. По четыре каждого варианта. Ну, чтобы было, может кому-то дать, может в разных местах хранить. В разных местах и побольше, чтобы на глазах было. Ну да. Ну а вот вы про четки мне хотели информацию тоже дать. Где лучше? Ну, про четки здесь сложная информация. Как бы вообще лучше всего это из священной свазохи, то есть это поехать в Полесье, залезть в болото, найти свазоху, свазоху, осуществить молитвы, отрезать ветку, прийти домой, выточить четки. Самый идеальный. Ну да. Следующий по простоте, накупить камня-тигриный глаз, связать четки. Следующий по простоте, накупить вишневых или дубовых бусин, связать четки. Следующий по простоте, с несколькими знаками минус, пойти к кришнаитам, купить четки. Здесь минус, во-первых, за спонсирование чужого государства, во-вторых, минус, потому что не совсем понятно, на какие они молитвы, туда чего насунут, и что в результате получится. И срастется ли оно с тем, что нужно. Ну, такая проблема бывает нечасто. Как правило, они это делают или слабо, или безвредно. И только в 12 случаях за всю практику мою такое у людей случалось. Что покупали четки, и оказывалось, что четки – это не четки. Ну, вещь необходимая, я считаю, для... – Да, я полностью согласен. – Да. – Так что, какой вариант будет выбран? – Я вот себе представляю, видимо, либо купить сами бусинки, да, и сделать саму, ну, либо довериться интуиции, выбрать интуитивным путем, то есть непосредственно подержать в руках, прочувствовать. – В смысле? – Ну, если у Кришнаитов там покупать. – Ой, Господи, спасти меня, Грешно. – А, ну или поехать в Полесье тоже. – Нет, ну, в Полесье это очень сложно, там проще умереть, чем реально до нее добраться. – Ну, вот я... Мне нужны четки для Мангкераи, потому что у них тоже там... – Я советую ограничиться тремя вариантами. – Первый – это тигриный глаз, второй – вишневые бусины, третий – дубовые бусины. – Бусины, ну, бусины тоже хорошие варианты. – Все эти три варианта можно осуществить или в Одессе, или на седьмом километре. – А там есть специализированные, может, какие-то магазинчики, павильоны? – Да. – Да. – Тигриный глаз? – Да. – Это камень, да? – Да. – Тигровый, да? – Да. – Тигровый глаз. – Потом вишневые или дубовые бусинки, да? – Я вот несколько раз ездил туда за цигровым глазом. В принципе, там есть достаточно нормальный выбор. – А куда именно? Это на седьмом километре, да? – Седьмой километр. – Вы сами себе набирали, да? – Ну, да. – На что, еще кого-то будут просить? – Ну, я думал, там, может, есть какие-то практически такие вот советы по набору. Какая нить там еще должна быть? Там одна сто девятая побольше должна быть, да, бусины? – А те поменьше, да? – Ну, да. Вообще, здесь ничего сложного нет. Я и себе, и куча своих знакомых четки делал. Это, ну, запросто. Здесь нужно взять что? Нужно взять леску. Нужно взять оранжевую нитку. Связать леску с оранжевой ниткой или несколько лесок и несколько оранжевых ниток, скрутить в нечто типа такого каната. И продевать бусину, завязывать узел. Продевать бусину, завязывать узел. Продевать бусину, завязывать узел. Можно попытаться, ну, вернее, не попытаться, а в действительности сделать с неким таким профессиональным уклоном это разделить по 9 все бусины типа между каждой девяткой бусин сделать большой узел для савраманкараи оно не сильно нужно но для разных других практик оно то что надо можно другие разные профессиональные такие уже навороты устроить но это вот такие четкие делаются в принципе одни и на долгое прожитное время правильно или потом можно их разобрать и модернизировать для каких то вообще в рахманской традиции используются четкие свазки учитывая что с львовским советом у меня холодно горячая неопределенная гибридная война так сказать то я эти четкие заказать не могу поэтому я и те кто изучают веды вот здесь и вот здесь делают самостоятельно а так в принципе традиционный вариант рахманской традиции это свазаха и все свазаха и допустим еще некоторые другие связанные с ней растения или даже если и вишневые бусины то все равно освещенные рахманом потому что четкие которые делаются в рахманской традиции их освещают ну мега качественно очищают наполняют в принципе это можно сделать и здесь допустим самому связать это самое потом сделать топленое масло купить нужные травы и можно будет если еще все это до 25 числа сделать то как раз на празднество каляды можно это все осветить так что так у вас с собой ваши четкие я хотел так хоть визуально посмотреть какие там узлы какого размера нет я манкараю завершил раньше и естественно я сегодня не планировал ее какими-то другими частями повторять потому что я ее уже ночью завершил а на сегодня у меня вот сейчас что-то поразбирать потом мне нужно будет с разными другими людьми встретиться и так дальше как бы время для манкарая особо я не предполагал во время маршруток мне нужно высчитать по астрологии что делать с одной праведной славянки по посмертным ритуалам за ее мать если я с этим справлюсь ну я отчасти это сделал когда сейчас маршрутки ехал и втором во второй маршрутке я это надеюсь довершу а позднее в следующих маршрутках мне нужно прозвонить нескольких знакомых поэтому как бы четкие и не было смысла браться что дальше разберем ну вот по литературе я планирую у вас еще взять да это по миру устройству по части аум арасии плюс текст во мироздании да по миру устройству по миру здания вот он вот это сверху книга да на